Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в селе Почаево. Почаево – это приграничное село. Рядом находится Украина. Но это не конец России. Это начало. Начало великой нашей страны. Почаево Почаево говорит о том, что у нас в селе. И по сегодняшний день есть фамилия Бабаева. То есть Баба Ева. И мы этот музей, крестьянскую избу, любовно называем домик Бабы Евы. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Освящим мир и спасение души нашей. Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом господине отце наше, святейший Батархе Кирилле. О господине наше. Существует еще одна версия названия нашего замечательного села Почаево, которая подтверждена историческими фактами. А связана она еще именно с Почаевской лаврой, с иконой, которая находится на Украине в Тернопольской области. Когда основалось село, строились храмы. И у нас в селе был замечательный построен храм. В честь иконы введения Божьей Матери. Со слов старожилов, конечно, храм был очень красивый. Люди очень любили. И он находился у нас рядом с нашей школой, на возвышенном месте. Много было прихожан. Но в годы Великой Отечественной войны, естественно, этот храм был разрушен. И очень долго собирались, чтобы в селе построен был храм. Три года назад еще на этом месте, где мы с вами находимся, было разрушено старое здание. И силами всех жителей нашего замечательного села Почаево была восстановлена вот такая церковь, храм. И в честь иконы он был построен в нашей Почаевской Божьей Матери. Почаевская икона и сегодня хранит наше село Почаево и в целом, в малую глубинку и большую Россию. Не судите Россию, не корите ее. В шутовские не прячьте обновы. Богородица вечно хранила ее, укрывая священным покровом. Валерия Косилова занимается не только вокалом. Она участница Народного любительского театра «Кукол Буратино». В мою жизнь театр вошел с малых лет. Когда я была еще в садике, нас сюда водили смотреть. Но потом, когда я уже пошла в школу, я уже сама пробовала участвовать в нем. И куклами водить, и озвучивала, и лисицу, и котов озвучивала, и девочек, и снегурочек всегда озвучиваю. А я сживаюсь с куклой, вхожу в ее образ. Театру «Кукол Буратино» 22 года. Последние четыре им руководит Лилия Клепко. Но основательница и генератор идей Елена Закоблук во время премьеры репетиции всегда в зале. Уровнем мастерства своих воспитанников она довольна. Говорит, сейчас для развития театра есть много возможностей. Но так было не всегда. С начала 90-х годов, вы поймаете, денег практически не было. И материальной базы не было. Сейчас у нас куклы из меха, и куклы из дорогой пряжи. А тогда у нас не было никаких возможностей. И мы ходили в магазин, брали коробки, вот эти вот картонные. Из них вырезали фигурки. На лугу вырезали из ракитника ветки. Потом эти картонки обклеивали бумагой ватмана и раскрашивали красками. Больше у нас ничего не было. И мы начали буквально с самых примитивных сказок. Первая наша пицца была репка. И вот когда мы начали ее показывать, мы пришли сзади на занавес две петли, поставили палку. Достала нам директор клуба, дала какую-то тряпку. В полном смысле клуба, это была тряпка. Мы повесили, и вот так мы начали свой первый спектакль. И вот мы показывали фактически один раз в год этот спектакль. Вот все село собиралось. Раньше, я же говорю, полный зал был битком набит, люди в проходах стояли. Репку посмотреть, но не только репку посмотреть, как дети работают на сцене. Это было интересно всему филу. Сегодня театр кукол Буратино носит название народного и активно гастролирует по Белгородчине. Он сильно вырос как в прямом, так и в переносном смысле. Состав народного кукольного театра – это взрослые. Возраст наш от 18 и кто сколько может. И 60 у нас бывают участники, и 65. У нас еще есть два коллектива «Спутника». Коллектив «Спутник Петрушка» для самых маленьких – это возраст от 6 до 10 лет. И кукольный театр «Золотой ключик». Возраст участников от 10 и до 16 лет. В репертуаре в основном сказки, потому что кукольный театр, он с использованием кукол, и поэтому сказочные персонажи очень близки зрителю. А вот это наш домик кукол, где живут все куклы, сделанные за все время работы кукольного театра «Буратино». Здесь собраны куклы с разных спектаклей. Здесь и планшетные куклы, которые используются в театре, которые показывают на столе. А вот это вот куколка тростевая, потому что у нее ручки двигаются с помощью тросточек. Мне очень нравятся куклы-звери. Вот именно вот они такие мохнатые, такие реалистичные. Посмотрите, какой прекрасный у нас волк. Смотрите, какой он даже рот открывает. Этот волчок – герой разных постановок. Вместе с актерами, большими и маленькими, он путешествует из одной сказки в другую. И почаевцы гордятся тем, что у них есть такая возможность быть в сказке. Вот это называется клуб. То есть у вас свой клуб, у них свой? Ну, в принципе, да. У меня дом культура, у них клуб. Вот они так потихонечку снизу переходят, идут вверх. Потом смещаются. Их, наверное, все-таки теплое перенесу отсюда. И похладненько здесь. Петр Щиров работает в Почаевском доме культуры охранником и кочегаром. А в свободное от работы время занимается пчеловодством и продвигает на своем подворье сельский туризм. Прапрадедушка был пчеловодом. И так постепенно идет, идет. Ну, конечно, был промежуток такой, что не было пчел. Потом уже старший брат возобновил. И так потихоньку пошел. Потом мама занималась. Ну, а там уже я, как говорится, подошел к этому. Ну, это уже 30 лет занимаюсь пчелами. Сейчас у меня 40 семей пчел. Ну, как из нашей, среднерусской, и Карпатки есть. Выезжаем в поле подальше. Пчелы грузятся в вагон и выезжаются. И там приходится и ночевать, и дневать, так сказать. В общем, работать. Ближайший помощник Петра Ивановича, супруга, это она, решила проводить экскурсии на пасеке и рассказывать о жизни пчел. Детки, им хочется сразу везде заглянуть. Насколько километров она улетает, насколько это маленькая, какой тяжелый мед, она пчелка маленькая, живет, у нее жизнь очень короткая. Так же, как и у нас семьи, у них матка главная. Она командует, кому убираться улей, кому полететь за медом, кому деток кормить, выращивать. А когда наглядно, это же совсем другое. У нас заготовлены маски специально пчеловодческие. Одеваем, кто хочет, уж очень сильно хочется ближе заглянуть в улей, одеваем маски. Ручки за спинку, ручками ни в коем случае сильно не двигать, не мотать. Если уж пчелка прилетает, закрываем в первую очередь лицо ручками и быстренько уходим. А так, чтобы здесь укусило, если свободы, такого не было. Хотя суп растен у меня во всех таблетках, уколах заготовлены на всякий случай. Пусть лучше будет. Наладив экскурсии на пасеку, Щировы принялись за развитие сельского туризма и построили лечебный домик на ульях. Домик на ульях поставили. Ну как, люди, да, и с детками, а с матикой человек приехал, он осенью курс проулечился. Уже зиму он легче пережил. Нету этого и одышки такой. Все это очень хорошая вещь. Домик на ульях хорошо, кто рядышком приехал, полежал, минимум час нужно полежать. Лежать три часа сна на пчелках. Это равносильно ночи сна. Вот так они своим жужжанием, ароматы. Невозможно не заснуть. Это и нервная система наша, и бессонница. Ну и попутно, конечно, если есть домик сонного ульях, пришлось нам гостевой домик. Потому что люди приезжают, говорят, ездят зад-вперед, очень сложно. Ложил сам я, конечно. Ну, бревна уже готовые были. Ну, потихоньку-потихоньку трактором все сложил. Как карточные домика. В принципе, они все бревна одинаковые. Как по размеру, вот шесть метров размер, и вереска сделана. Просто их слаживаешь одна, просто между ними прокладываешь, специально идет это самоплотнение. Покупается. И слаживаются, слаживаются, слаживаются. Два так, два так. Главное, чтобы материал был. Все можно сделать. Было бы желание. Для гостей слуг у нас, как говорится, все есть. Вот и лес рядом. Еще у нас рыбалка есть, пруд. Рядом пруд в аренде. Я вот с этого года прудом занялся. Весной малька запускал. Все уже малек подрос. Ну, так, скажем, под килограмм. Там и щука есть, и плотва. Есть и баня. Здесь мы гостей наших с пользой для здоровья, для удовольствия парим. Вот такая у нас у бани. Думаю, до такого ни у кого нету овечьей шкурки. Они не накаляются. Когда здесь даже больше 100 градусов, кто любит экстремальные температуры. На шкурках сидят. Очень комфортно, очень хорошо, удобно. И в то же время шерсть, баня, все это вместе. Вот веники, травки. Все для здоровья. Дети у нас тоже любят баню. С бани летом в холодную воду со скважиной. Бак на улице наливаем. Сейчас, конечно, зимой снег. По снежку, босиком и снова в парилку. Красота. Меньше болеют, меньше чихают. Что очень приятно. Ну, а после бани почаевать. Так издавна принято в Почаево. Я там народом с Украины, Закарпаттия. В далекие девяностые сюда попало. О чем не жалею, конечно. Здесь Грайворонщина у нас вся очень зеленая, красивая. Но почему-то мне сразу понравилось. Но особенное оно какое-то. Люди у нас, по-моему, не знаю, очень дружелюбный, очень хороший народ. Все друг за друга. Всегда помогают, выручают. И строились. Гостеприимные все эти, как бы, мы всегда рады гостям. Чем можем, балуем. Ну, для этого, мне кажется, у нас есть все. В общем, продолжаем традиции бабушки Емы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова